Всем привет! Здесь похолодало и мне нужно купить водолазочку. Хочу купить водолазку черную. Какой план действий у нас? Какой план действий? План действий у нас такой, что дочку сегодня везем к кардиологу. На эхо мы уже ее возили, а теперь к кардиологу. Ну и в принципе все на сегодня. Завтра у меня процедуры, завтра у меня стоматолог, завтра у меня косметолог. Ну увидим, как мы. Успею я по времени, потому что стоматолог принимает так, что я сомневаюсь, успею я или нет. И увидим, короче говоря. Позвоню завтра косметологу своему и спрошу у нее, если вдруг что, может перенести как-то на более позднее время. не знаю, короче, увидим. Вот. Как-то у меня тут руки сохнут, губы сохнут. Тут очень сухой климат по сравнению с Чехией. Там прям влажность хорошая. А здесь пыль. Тут все. Городок, это Старобель, он прям на песке, как пустыня какая-то. и ветер, вот это, песок, заходишь даже в квартире на полу, это нужно ежедневно пылесосить и пыль вытирать, потому что постоянно вот этот вот на ногах песок. Вообще, и как-то так, не знаю, знаете, этот раз приехала, вот нас прям долго не было, то мы приезжаем три месяца там, да, и потом приезжаем. А это нас не было год здесь, и вот тогда разница ощутима. Вот когда ты ездишь туда-сюда, сильно, как бы, я не чувствовала такой, какой-то разницы, прям большой. А вот когда я там побыла год, не выезжая, и приехала сюда, воздух другой, влажность воздуха другая. Сразу приехали, какая-то такая, знаете, серость, серо как-то, грязно, пыльно. Не знаю, город Старобельск сам по себе очень хороший городок. Он чистый должен быть, но если бы сюда вкладывались все деньги, которые город получает, да, и все делалось для людей, здесь бы был бы идеальный городок. Убрать, сделать дороги, положить плитку, чтобы не было вот этой пыли, грязи. Было бы замечательно. Ну, опять-таки, нету настоящего хозяина, ставят всяких там, я не знаю, должен быть хозяин, что в стране, что в городе. Здесь, я не знаю, здесь девушка, по-моему, какая-то, да, мэр. Я не знаю, была, по-моему, Литвинова, убрали ее, не убрали, не знаю. Ну, в смысле, поменяли или не поменяли. Но нету, все равно нету с такими, я считаю, что денег все равно у города достаточно, чтобы сделать хотя бы минимальные какие-то дороги, чтобы сделать плитку, чтобы все обакуратить, цивилизованно, чтобы было все. Нет. Я уже не говорю за страну. Вот. От одного клоуна к другому переходит страна, и это, знаете, как это, это не смешно, это страшно. И те люди, которые говорят там со стороны, вот как сейчас там обсуждают Белоруссию, да, не нужно лезть вообще в страны, потому что в Белоруссии вообще замечательно. Вы бы, у нас просто, у мужа есть знакомый из Белоруссии, и спрашивали за вот эти вот коммуналку, за обучение, у них там все бесплатно, у них коммуналка вообще не идет ни в какие сравнения с Украиной. У них рабочие места, они нормально там живут, и нечего кому-то сунуть нос туда. Все там прекрасно и хорошо, потому что хозяин есть. В нашей стране, в Украине хозяина нету. Была, начиналась уже более-менее стабильность, все, такая, при Януковиче все было, как бы, уже начало стабилизироваться, и на тебе вздумалась там, у нас еще люди такие, знаете, в коморке пошептались, а так все хорошо, все прекрасно, так нельзя, так не будет, так никогда в стране не будет порядка, пока люди не начнут говорить, пока люди не начнут что-то, чтобы, ну как, я не говорю о каких-то военных там, знаете, там революциях, не нужны они все, но нужно людям собираться, нужно людям стучаться, достукиваться к тем вот, я не могу назвать это президентом, потому что это не президент, если человек ведет страну в заднее место, будем так говорить, да, чтобы вроде бы как, то это не президент, это люди, которые берут, вот, знаете, на время, чтобы, чтобы положить себе денежки в карманчик, чтобы, вот, как-то так, да, это люди, не думающие за свою страну, я уже не говорю, ну понятно, что и не думающие, соответственно, за людей, никому не нужна ваша мать, пенсионер, ваши дети, они думают за своих, вот, поэтому, и вы должны думать тоже, как бы, за своих, и отстаивать свои права, свои, свои, вот сейчас, с этой недели, начнем отстаивать свои права, ходить по вот этим всем инстанциям, которые нам что-то там поначисляло, нельзя молчать, нельзя просто сидеть и сопеть в две дырочки, понимаете, вот, не знаю, почему у нас такие люди, то ли боятся, то ли, почему, почему молчат, почему, допустим, в Чехии люди, что-то там не так, они сразу начинают, как бы, бастовать, сразу у них какие-то, отстаивать свое, попробуйте там что-то просто так, прям ввести, как у нас, вот это делается, в наглую, все, там так не пройдет, а здесь проходит, потому что люди молчат, потому что все прекрасно, да, поражаюсь, честно сказать, вот, прям поражаюсь, меня, меня удивляют люди, которые видят что-то вот в этом хорошее, это, это нужно насколько быть оторванным от, своим мировоззрением от реальности, чтобы вот видеть что-то хорошее, что видеть хорошее, что положили, что положили, что делаются дороги, это какое-то прям достижение, да, достоинство, достижение, нет, это должно быть в стране, в нормальной стране, да, в которой люди платят налоги, платят все, коммуналку, несмотря на вообще цены, тарифы, это не достижение, это, как бы, это нормально, это должно быть, что еще, что плитку положили, это не достижение, просто людей уже настолько присадили к вот этому уровню, что они уже даже рады, что, боже мой, дороги такие убитые, что люди считают, что это что-то сверхъестественное, что дороги положили, это же не, это, что это, это смешно, просто-напросто, но это не смешно, если так брать, да, это, тут плакать нужно, тут нужно что-то делать, и люди сидят, сидят, терпят, нас ведут, прям, вот, нашу страну, прям, ведут, явно, вообще непонятно, куда, и люди молчат, вот это меня просто, я не знаю, ну, что это? Ладно, это все политика, вообще политика, это неблагодарная вещь, и я считаю, что люди, и знаете, я стала, там, в социальных сетях высказываться на некоторые моменты, но легче, легче, не легче, а, это неблагодарная вещь, и спорить из-за политики, либо спорить из-за религии, именно религии, не веры, а религии, потому что для меня это разные вещи, религия и вера, это разные для меня вещи, вот какой я вывод сейчас сделала, вот, это неблагодарное дело, из-за этого не нужно кидаться на людей, не нужно ссориться с людьми, у каждого свое мнение, имеет право, то есть каждый человек имеет право на свое мнение, на свое, да, мировоззрение, я не за это, не за это людям говорю, что, понятно, у каждого человека свой взгляд, свое мировоззрение, я просто, меня удивляет, что люди, которые живут в одной стране, видят разное, понимаете, видят разное, там, где вообще нельзя, мне кажется, реальность, человек должен видеть, правильно, со всех сторон, и сейчас, со всех сторон, реальность такова, что, в стране просто, ну, не дают людям жить, просто давят, выдавливают, вот, так что, да, ладно, нужно настраиваться на позитив, как бы тяжело не было, надеяться на лучшее, все будет хорошо, я верю, что, все будет хорошо, но, тем не менее, жить в этой стране, мне бы, мне, вот, прям сейчас, не хочется, я не знаю, как повернется, жизнь моя, конечно, может, мы еще сто раз вернемся сюда, может, может и нет, это жизнь, тут ты не можешь, как-то так свет падает, некрасиво, на меня какой-то неправильный свет, так, девочки, рассказываю, к кардиологу съездили мы сегодня, вот эта водолазочка, которую я сегодня купила, вот, с такими вот вставочками красными, знаете, очень мне понравилась, такая она и тепленькая, и как-то так, я думаю, ко всему подойдет, вот, ну, дело не в водолазочке, такая обыкновенная водолазка, а дело, знаете, в чем, я вам говорила, что дочку повезу, к кардиологу, возили мы дочку к кардиологу, в принципе, все нормально, но так как она, надо еще теперь свозить ее на, сдать кровь, чтобы посмотрели, гемоглобин, но я думаю, что здесь будет, конечно, будет у нас недостача, потому что у меня дочка не ест мясо, и в принципе, она кушает очень, очень плохо, поэтому, казалось бы, если бы она хотя бы ела, там, я не знаю, овощи разнообразные, она не любит этого всего, и не знаю, фрукты она кушает, блин, как некрасиво свет падает, фрукты кушает, конечно, ну, там, бананы, яблоки любит, малину любит, клубнику любит, это она все такое кушает, манго она очень любит, вот, орешки она не кушает, ну, знаете, чем замещать мясо, нужен белок, рыбу она не ест, то есть, ну, я думаю, что здесь все-таки нужно будет ей, доктор попросила ее написать расписку, что будет кушать мясо, она написала, ну, мясо не ест, вот, что дальше, я вам говорила, что я не успею, что на воскресенье у меня и стоматолог, и косметолог, ну, нет, я вот после, вот, когда сходили с дочкой в больницу, думаю, посмотрю-ка я на талончик, где я должна была идти к стоматологу, и оказалось, что это 19 число, 19 число, это сегодня, я говорю, боже мой, вези меня, а я уже опаздывала на 17 минут, вези меня быстро к стоматологу, потому что, ну, потом я к нему не попаду, и поехали быстренько, я к нему зашла, говорю, я немножко опоздала, примите меня или нет, он говорит, конечно, вот, и все, я сделала зубки себе, думала сначала, вернее, не думала, он мне сделал, потом я спросила у него, может, лучше сделать, поставить коронки, он говорит, пока что не надо, пока что не надо, я просто, вот, знаете, как, у меня такая вот проблема, я не знаю, из-за чего, из-за какой-то, может, недостачи, чего-то в организме, у меня вот эти вот возле десен, вот эти вот, знаете, вверху вот, вот они оголяются, и это мне, вот здесь у меня наращенные, то есть мне наращивают зубы, и внизу тоже, у меня, вот, например, то, что мы сегодня делали, половину зуба он мне нарастил, вот, и такую я процедуру делаю каждый год, вот, и, как бы нормально, все, ну, он говорит, пока не надо никаких коронок, все пока нормально, вот, что дальше, это я сделала, зубы сделала, сейчас, завтра я иду, не буду я звонить, там не перепрашиваться, иду завтра на 3 часа к косметологу, делать ботекс, вот, сделаю ботекс, потому что вот здесь прям вообще уже морщина такая, и печет мне здесь, и немножко приподниму вот так вот, вот здесь вот бровки, чтобы было, ну, чтобы немножко, знаете, вот приподнялась вот здесь вот кончики бровей, вот, так что сделаю, больше ничего делать не буду, никаких процедур, просто вот ботекс и все, и дочке точечку хочу убрать, посмотрим, так что да, вот такие вот дела, встретимся уже завтра, после процедуры, вот, так что, увидимся, всем привет, поздоровейся, привет всем, ребята, мы сегодня видели, маленьких вот таких вот, щенят, щенят и их маму, которая ручала, мы приехали к косметологу, сейчас мы немножко, поторопились, и рано приехали, мне надо точку убрать, что буду делать, да, Санечке уберем точечку на носу, а, что-то я нажала уже не то, точку на носу, а, капиллярчик, а я буду колоть себе ботекс, чтобы не было морщинок, да, чтобы мама была красивая и молодая, да, ну да, у тебя и так ухо морщинистое на поле, ухо морщинистое, ой, руку, да, так, так что мы сейчас отправляемся, потом покажусь вам уже после уколов, да, Сань? да, снова я с вами, я уже сбегала к косметологу, уже даже прошло, я не знаю, часа, наверное, три-четыре, что мы делали, мы кололи межбровку, немножко поднимали вот это, короче, обкалывали вот здесь, чтобы поднялось немножко вот так вот, вот, и будем смотреть, она говорит, пока не уедешь, посмотрим, может где-то больше потянуть, где-то меньше, тут уже нужно смотреть по лицу, по вашей мимике, вот, но увидим, что оно получится у нас, проявляться будет, в принципе, я уже, по-моему, вижу сейчас, уже как-то у меня вот эти вот, приподнялись, ну, вот, в течение трех дней оно уже должно проявиться, и вот, дочке точечку убирали, она тоже не сразу уйдет, так что, будем смотреть, а мы пришли, погуляли с щенком, еще к маме моей заехали, погостели, потом вот, с щенком погуляли, и сейчас хочется отдохнуть, что нельзя делать, когда вы колите ботокс, нельзя пить алкоголь, нельзя наклоняться, подниматься, то есть какие-то активничать, нельзя вот именно вот, вот такие вот движения, знаете, делать, вот, что еще, баня, сауна нельзя, так что, если вы собрались колоть ботокс, имейте это в виду, вот, нужно, вот она говорит, нужно вот так вот мимикой работать, вот, так что увидим, мне кажется, уже вот здесь начинает, растягиваться, вот, спрашивала я по поводу, с масс лифтингом, нужно, она говорит, что пока что не нужно, потому что, в принципе, у меня вот овал, все нормально с лицом, нет у меня пока что никаких там брил, вот эти, вот знаете, мешочки, вот здесь все нормально, ну, то есть пока что не надо ничего, ну, она бы, конечно, говорит, нужно поработать над качеством кожи на лице, в том плане, что она у меня сухая же, и вот такие моменты, там, увлажняющие какие-то процедурки поделать, конечно, хорошо бы было, но это все так дорого стоит, ну, в принципе, можно, можно сделать там, несколько процедурок, но это такое, знаете, мне главное, чтобы у меня вот здесь все было, все было хорошо, вот, я просто чаще нужно делать увлажняющие маски, более питательные крема нужно покупать, вот, я сейчас тоже хочу, купить питательный какой-то, ну, у меня, в принципе, есть и увлажняющие, и питательные, просто масочки нужно делать, так что, так что, да, знаете, там, например, сделать себе, напарить личико, сделать, там, массажик лица маслом, у меня есть масло авокадо, вот, полежать там минут 15 с этим маслечком теплым на лице, смыть ватным диском, дальше наложить крем и тому подобное, так что, ну, короче, ухаживать за собой нужно, вот, и все, никогда не забываем ухаживать за собой, ухаживать, уход обязательно нужен, это видно, это может быть не сразу видно, но когда, по мере того, как вы становитесь взрослее, женщина, которая ухаживает за собой, женщина, которая этого не делает, в том плане, что там масочки, кремушки, все такое, это потом со временем, все-таки, все видно, вот, так что, так что, да, на этом все, увидимся в следующем логе, пока!